МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Имущество представительств иностранных организаций. В итоговом варианте народные избранники добились преференции для бизнеса. Так, изначальная налоговая ставка для предпринимателей, пользующихся упрощенной системой налогообложения, снижена с 1,5% до 0,1% от кадастровой стоимости. Минимальную площадь объектов, которые будут облагаться налогами по новой системе, увеличились с 1000 квадратных метров до 3000. В результате удастся сократить число предпринимателей, которым придется платить налог на имущество с кадастровой стоимости. Надеемся, что это позволит и в 2021 году пережить непростую ситуацию и дальше развиваться. Для остальных также предусмотрено снижение ставки с 2 до 1,5%, но исчисление будет производиться от кадастровой стоимости. Продлили для предпринимателей налоговые каникулы. Закон разработали и внесли в облпарламент депутаты Роман Кавинов и Михаил Максюков. Нулевая налоговая ставка предусмотрена для тех, кто впервые начал свое дело, перешел на упрощенную систему налогообложения или патент. Льготой смогут воспользоваться предприниматели, которые работают в сфере бытовых услуг, а также в производственной, социальной или научной сферах. С 2021 года отменяется единый налог на вмененный доход, поэтому предприниматели должны будут выбрать подходящую для себя систему налогообложения. У нас больше 200 предпринимателей пользуются этой мерой в Владимирской области. Для стартаперов это большая поддержка. Это такая особенная мера нашего региона. Кроме нас, только в трех субъектах федерации приняты такие меры. Сегодня депутаты приняли этот закон. Наибольшую дискуссию среди депутатов вызвал закон о приватизации государственного имущества. Его суть заключается в том, что программа приватизации разрабатывается администрацией области, а ЗАГС собрания будет ее утверждать. Администрация области инициативу не поддержала. Однако, по мнению авторов законопроекта, новый закон сделает процесс максимально прозрачным и открытым. Ведь речь о приватизации ряда крупных социально значимых для региона предприятий. Подобный закон, к примеру, уже действует в Нижегородской, Томской, Липецкой и других областях. К нам в законодательное собрание неоднократно поступали обращения общественных организаций, непосредственно общественной палаты Владимирской области, которые обеспокоены возможными приватизациями ряда крупнейших предприятий Владимирской области. Законодательное собрание считает, что данные мероприятия и данные события важнейшие для экономики региона с учетом передачи государственных предприятий в частную собственность должны проходить публично, открыто и гласно. После обсуждения закон о приватизации был принят. В следующий раз депутаты законодательного собрания соберутся 25 ноября. Строительную отрасль поддержат законодательные инициативы. В законодательное собрание области обратились члены общественной палаты и объединения строителей области. По их мнению, одну из общероссийских проблем можно решить на законодательном уровне. Для обсуждения вопроса спикер ЗАГС собрания Владимир Киселев пригласил на специальное совещание представителей заинтересованных сторон. Речь о том, что для допуска на строительный рынок, особенно по государственным и муниципальным договорам, организации и предприятия должны быть членами саморегулируемых организаций. Они платят взносы в компенсационные фонды, фонд возмещения вреда и фонд обеспечения договорных обязательств. По Городостроительному кодексу России установлены минимальные размеры обязательных взносов. Если стоимость строительства по одному договору не превышает 60 миллионов рублей, в компенсационные фонды нужно заплатить взносы размером 300 тысяч рублей. Когда стоимость строительства выше 60 миллионов рублей, размеры взносов увеличиваются до 3 миллионов. Получается, когда стоимость работ по одному договору хотя бы на 1 рубль превышает 60 миллионов, размер обязательных взносов вырастает в разы. При этом рассрочек по платежам не предусмотрено. Для многих строительных организаций такие суммы неподъемны, особенно в современных экономических условиях. Мы считаем, что это не позволит предпринимателям реализовать данный проект, потому что на сегодняшний момент, проходя через торги, сумма контракта становится минимальной, предприниматели зарабатывают не так много. Владимир Николаевич Киселев сегодня предложил на нашей встрече разработать, ввести коэффициент, который позволит при увеличении на определенную сумму пересчитывать по коэффициенту, сколько должен внести предприниматель. Общественники подчеркнули, проблема актуальна для всех регионов. Система саморегулируемых организаций действует в стране с 2009 года. Сейчас в нее входят 222 организации. В них состоят 150 тысяч членов. Из них во Владимирской области 500 участников строительного рынка. Из-за жестких рамок обязательных взносов, отмечают строители, организации оказываются в неравных конкурентных условиях, если на рынок региона заходят крупные строительные компании из других территорий. Участники совещания предложили разработать дополнительный средний уровень ответственности по договорам. К примеру, если стоимость обязательств по договору составит от 60 до 200 миллионов рублей, то размер взноса мог бы составить 1 миллион 250 тысяч. Хорошая инициатива направлена на поддержку строительных организаций малого и среднего предпринимательства. Услуги для населения, для организаций строительных компаний малого и среднего бизнеса будут дешевле. Мы приняли решение создать рабочую группу для того, чтобы выработать законодательную инициативу, с которой мы обратимся в Государственную Думу. Владимир Киселев надеется, что инициативу поддержат наши депутаты в Госдуме. Игорь Гошин и Григорий Аникеев. Сенат Ролька Хохлова пообещала, что поднимет этот вопрос и в Совете Федерации. Это та отрасль, от которой зависит, мне кажется, каждый человек. Это и жилье, и социальные объекты, и многое-многое другое. Поэтому им необходима, очень необходима сегодня поддержка на законодательном уровне. И то, что сегодня мы предложили, это действительно идея очень интересная. И важно, чтобы мы подключились все вместе. Участники встречи уверены, если вопрос будет детально проработан и поддержан на всех уровнях власти, это положительно скажется на развитии строительной отрасли всей страны.